Девушки отдыхают Меня зовут Андрей, я саунд-продюсер, звукорежиссер, саунд-дизайнер, много чего. Я и композитор, и аранжировщик. Основная моя работа была с какими-то альтернативными проектами. Ко мне на студию даже из Америки приезжали люди записываться. И вот меня пригласил в Украину мой ученик, который работал там и звукорежиссером, и концертным звуковиком. Собственно, поэтому я туда и поехал, потому что это было с его подачи. Он как бы из нашей тусовки, а у нас принято доверять друг другу. То есть не надо там было ни документов требовать. Я его просто знал не один год. Моя задача заключалась в формировании и в поиске там, и в запаковке студии оборудования. Потом я обучал людей, в том числе и вот этого хлопца музыки и вокалу. Мне было интересно просто создать студию мечты. Она сейчас на СНГ, наверное, лучшая. То есть там реально очень уникальное оборудование собрано. Поначалу я так увлекся, что меня вообще все устраивало, хотя я и жил там у них в подвале. Там кормежка была, там же в подвале. И я там же обучал местных ребят, создавал какой-то коллектив. И, ну, это было просто начало, потому что студия еще строилась, само здание. И мы с ним договорились, что как вот я захочу, по моему первому требованию он мне выдаст все, что он мне должен. Но они еще приехали сюда, забрали все мое оборудование зачем-то. И вывезли это тоже нелегально, как оказалось. Пообещали мне гражданство там устроить, оформить меня официально. Все оказалось ложью. Я все это время, это два года, считайте, находился там нелегально. А паспорт они у меня забрали, типа, под видом того, что все сделаем, все там, не волнуйся. Ну, а я такой взял и поверил. У меня не было никогда таких проблем. Вот эта вся история начала еще жестче закручиваться. Я не смог поехать даже в Киев, потому что не было паспорта и не было денег. Когда я начал уже задавать эти вопросы, обещания опять очередные, ну, я что сделал со своей стороны? Перестал работать, грубо говоря. То есть решил устроить такую легкую забастовку. Договаривался я с их главным, а приехал его юрист ко мне и сказал, что иди гуляй. Когда ты один остаешься в стране, которую вообще-то не знал, там все время сидел, то ли в подвале или на студии. Я даже Харьков этого не видел толком. Как-то очень страшно поначалу было. И вот как раз тогда я и познакомился с такой организацией, как МОМ. Меня вывезли, потому что сам я уехать не мог. Ну, и паспорта нет, и денег нет, ничего. Мне там, да, купил МОМ одежду какую-то, потому что я был в Шлепанцах. Потом меня перевезли в белорусский МОМ, поселили в убежище. И здесь мне отправили паспорт, помогли с психологическими проблемами, потому что реально было тяжело поначалу, когда немножечко крыша съезжала. У меня планы начать работать. Ну, а когда я начну работать, ну, естественно, я начну зарабатывать. Ну, а начну зарабатывать, я начну покупать все, что мне необходимо для работы. Мне, по большому счету, теперь нужно просто место работы, какое-то оборудование для мастеринга, для сведения. А студия мне не нужна уже. Студии есть, я просто могу, ну, как бы нанять какую-то студию, там, снять и так далее, если нужно помещение где-то записаться. Музыка для меня — это моя жизнь. То есть нет музыки, я не живу. Но это естественное состояние. То есть я вообще не мысли своего существования вне этой сферы. Субтитры создавал DimaTorzok